И вновь мы возвращаемся в студию Медиа-Информа. Напомню, с вами сегодня Михаил Кацин. Мы подводим итоги недели. И сегодня, точнее даже не просто сегодня, а сейчас я буду говорить с известными украинскими экспертами, которых вы хорошо знаете. Это Александр Кочетков, Алексей Кубин, Владислав Дзинский. Мы будем с ними подводить итоги недели и говорить о возможном смене в каруле кабинета министров, о возможном смене руководства кабинета министра. Вы знаете, что на этой неделе заговорили о приходе Сергея Тегибко то ли на пост премьер-министра, то ли на пост министра экономики. Но в любом случае это достаточно знаковый симптоматичный разговор, поскольку идет и речь о возвращении старых политиков к власти в стране долгое время, скажем, в такое постмайданное время, на протяжении последних шести лет, как бы общество всячески отвергало возможное возвращение политиков из прошлого, особенно которые имели какую-либо аффилированность с беглым президентом Януковичем, который предал свою страну. И вот история закольцовывается, и мы видим, что те люди, которые на волне Майдана пришли к власти, они не демонстрируют серьезных результатов в области экономического развития нашей страны. И, конечно же, взоры всех обращаются к возможным кандидатам на посты в министерство и к возможному кандидату на пост премьер-министра, которые могли бы качественно изменить ситуацию в стране. И в этом смысле кандидатура Сергея Тегибко мне представляется достаточно интересной и актуальной, учитывая опыт этого человека, его высокий уровень квалификации, учитывая то, что бюрократия его принимает, бюрократия его понимает, и самое главное, он знает, как управлять страной. Этот человек, напомню, прошел и пост руководителя Национального банка Украины, он был и министром экономики, и вице-премьером, и руководил политической силой сильной Украины, то есть у него достаточно серьезный политический послужной список. Следующим кандидатом, который видится на пост премьер-министра, это Валерий Хорошковский. Валерий Хорошковский это человек, который тоже давно на политической арене в Украине, человек, который демонстрировал неоднократно свою эффективность, он руководил Службой безопасности Украины. Конечно, так же, как и Сергей Тегибко, это человек, которого, в принципе, отождествляют и относят к эпохе Виктора Януковича, но точно так же, как и в случае Сергея Тегибко, это человек, который, Валерий Хорошковский, это человек, который, безусловно, умеет показывать результат, он достаточно эффективен в том, что он делает, он подготовлен, и я думаю, что сейчас в любом случае нам стоит ожидать смену Кабинета Министра, поскольку Кабинет Министров в нынешнем его составе не оправдывает ожидания людей и не оправдывает ожидания президента, поскольку президент, идя на свой пост, он задекларировал реформу, он задекларировал рост Вала внутреннего продукта, он задекларировал улучшение социально-экономического состояния граждан, и при нынешнем Кабинете Министров, безусловно, президент не сможет реализовать те чаяния и обещания, которые он давал избирателям. Поэтому я думаю, что для президента смена Кабинета Министров появляются актуальные задачи, и президент сейчас будет подбирать нового кандидата на пост и руководителя Кабмина, будь то Хорошковский, либо Тегибко, будь то кто-то еще, но точно это будет другой премьер-министр, и я думаю, что Кабинет Министров тоже обновится. Итак, у нас на связи Владислав Дзюдзинский. Владислав? Владислав, вы наслышите? Владислав? Владислав? Владислав, вы наслышите? А пока режиссеры пытаются наладить связь, мы с вами продолжим. Напомню, что студийный телефон 737-7310. 737-7310 вы можете позвонить и, собственно, прокомментировать ситуацию, которая сложилась с возможной отставкой Кабминета Министров, высказать свои предположения, свои, возможно, свои прогнозы. И у нас на связи режиссер подсказывает все-таки, есть Владислав Дзюдзинский. Владислав, вы слышите нас? Владислав? Да. Здравствуйте. Спасибо, что присоединились к студии Медиа-Информа. Владислав, на ваш взгляд, состоится ли отставка Кабминета Министров? Я думаю, что этот вопрос весьма актуален сейчас. И стоит понимать, что кадровые изменения были начаты с увольнения Андрея Богдана. И это вызов в связи с тем, что сам Дзюдзинский, получив огромный кредит доверия, далее начал его передавать Верховному Совету и другим институциям, на которые назначал кадры. Но эти кадры зачастую разочаровывают украинское общество. И с каждым новым скандалом, и с каждым новым проявлением непрофессионализма, в частности, их полно каждый месяц, в данном случае действия той же Скалецкой по поводу закрыть себя в пансионате, абсолютно являются непрофессиональными. Таких примеров масса ведут к тому, что власть просто обязана проводить кадровые изменения. Безусловно, главной институцией под замену числится именно Кабминет Министра. Но мы должны понимать, что, во-первых, лавочка запасных у нынешней власти пустая, так что менять не на кого в принципе. И кадровый состав улучшить тоже неоткуда. И, во-вторых, что и существует годовой иммунитет. Так что я предполагаю, с большой долей вероятности, что у нас сначала произойдут частичные замены в составе Кабминета Министров. И если и это не приведет к результату, то уже с осени мы начнем говорить о полной его замене. Пока что может идти речь о изменении ряда министров и, возможно, других должностей. Я бы не стал сужать исключительно на Кабмине, потому что обсуждается и должность главы Генеральной прокуратуры, и должность, возможно, по квоте президента, должность министра обороны. И в этом русле стоит говорить, что власть, скорее всего, пойдет на отмену закона про иллюстрацию, потому что те кадры, которые могут профессионально усилить команду, так или иначе относятся то ли к эпохе Януковича, то ли к эпохе Порошенко. И эти люди, безусловно, на слуху. И часть общества даже может их не воспринимать и отторгать. Но, безусловно, кадровые, профессиональные качества этих людей должны компенсировать просадку рейтинга или какое-либо недовольство политических оппонентов, которые будут подогревать настроение общества. Владислав, скажите, на ваш взгляд, общество, постмайданное общество, которое боролось за европейский выбор нашей страны, вышло и сбросило господина Януковича, то есть это время вошло в историю нашей страны как революция достоинства. Вот общество, которое выступало за европейские выборы, за все новое, и за новых политиков. Готовы ли дать кредит доверия старым политикам, которые так или иначе сотрудничали с администрацией Виктора Януковича, либо были в команде Виктора Януковича? Смотрите, мы должны понимать, что у нас в обществе существует меньшинство, и оно, в принципе, представлено рядом оппозиционных политических сил, я говорю сейчас прежде всего про европейскую солидарность, и мы видим поддержку общества на уровне 8-8,5%, когда она попала в парламент, и немножко сейчас больше процентов по последним статологическим опросам. Но это хорошо организованная оппозиция с мощным медиаресурсом, которая чаще всего или поддерживает, или даже организовывает акции протеста, рисует некие красные линии, выдавая их общенациональные для нынешней власти. И, безусловно, власть к этим красным линиям присматривается. Но также стоит понимать, что, несмотря на неоднозначную оценку разных фигур, если фигуры, относящиеся к эпохе Януковича, возглавят те или иные должности, и они начнут показывать результат, то абсолютное большинство, несмотря на неоднозначность оценок тех или иных кандидатур, может позитивно это воспринять. Как яркий пример, давайте рассмотрим, предположим, должность Сергея Бубки, допустим, на должность министра молодежи и спорта. Безусловно, этот человек относился к эпохе Януковича и других президентов. Но я уверен, что общество его поддержит позитивно. Точно так же, как, допустим, Комаровский мог бы занять должность министра здравоохранения. Другой вопрос, что, допустим, идет речь о назначении, допустим, того же Портнова на должность генерального прокурора. И тут, безусловно, политическая оппозиция будет выдвигать претензии и будет поднимать градусно протестного настройства. По социологическим опросам запрос на посадки намного выше, чем протест против людей эпохи Януковича. А это означает, что если, допустим, такой человек займет должность и, наконец-то, начнет кого-то сажать, то вполне вероятно, что быстро этот градус недовольства сойдет на нет. Владислав, спасибо большое, что присоединились к студии МИДИНФОРМА. Напомню, с нами был по телефону киевский политолог, политтехнолог Владислав Дзидинский. Уважаемые телезрители, мы продолжаем нашу передачу. Скоро на телефонной связи с нами будет Алексей Якубин, политтехнолог, политолог, который вы очень хорошо знаете. Он уже неоднократно выступал на нашем телеканале. И, конечно, мне будет интересно узнать у Алексея отношения наших партнеров в Европейском Союзе, в Соединенных Штатах Америки на возможные изменения Камина. Очень долгое время говорили, что правительство Гончарка держится на взаимоотношениях с Международным валютным фондом и пока Украина ведет переговоры о возможном новом финансовом транше, не будет отставки Кабмина. Но вот переговоры, судя по всему, скоро подойдут к концу. И вот тогда президент примет решение и отправит Кабмин в отставку, пометуя про то, что впереди местные выборы. Его политическая сила, триумфально победившая на парламентских выборах, должна будет что-то показать избирателям, какие-то результаты. И здесь, конечно же, важна роль Кабинета министра, который либо продемонстрирует четкий сигнал к проведению реформ, либо останется все как есть. На связи Алексей Кубин. Алексей, вы наслышите? Алексей? Да, да, да. Алексей, когда вы на этой неделе услышали про возможное назначение Сергея Тегибко либо Валерия Хорошковского на пост премьер-министра, какая у вас была первая мысль? Поддерживаете вы ли это решение? И как вы считаете, обернется ли это решение для страны благом, либо злом? Ну, смотрите, я так политологически сразу это стараюсь ответить. Мы видим очень большую дивергенцию между рейтингом президента и рейтингом Кабинета министров. То есть, если, например, у президента рейтинг поддержки около 50% сохранился, и даже последние несколько сот опросов, которые были на этой неделе, показывают нам, что в первом туре люди даже были, там около 40% были готовы к новому проголосовать, да, дать кредит доверия, то абсолютно другая ситуация с Кабинетом министра. То есть, мы видим, что по поводу Гончарука, у него там в лучшем случае около до 6% доверия и колоссальный антирейтинг, да. То есть, по сути, он сейчас использует кредит доверия президента, и президенту приходится как бы дополнительно инвестировать в него. Это один нюанс. Второй нюанс. Кабинет министра, по сути, мне кажется, во многом не выполняет многие задачи, которые он бы мог бы выполнять. Потому что, смотрите, если мы посмотрим с вами, например, на экономические показатели, у нас в седьмой месяц падает промышленность. Я не вижу, что Кабинет министров что-то смог сделать, чтобы это остановить. У нас недовыполняемость из бюджета Украины, да, то есть там до, по разным оценкам, у нас был такой скрытый небольшой секвестр в конце прошлого года, и вот сейчас тоже, вот первые месяцы нового года, у нас бюджет недовыполняется по средствам от, например, таможни. То есть это нюанс присутствует, да, и это как раз относится к компетенции Кабинета министров. Ну и есть вопросы, например, с тарифами, да, то есть социальная составляющая политики. И плюс, мне кажется, что вот этот разговор дополнительно по поводу возможных пересминок Кабинета министров, они еще были запущены, в общем-то, отставкой Андрея Богдана, потому что и Гончару, и не только, например, тоже Рябошапка, генеральный прокурор во многом ассоциируются, ассоциировались с такими креатурами Богдана, да, среди прочего. И получается его отставка, я вот сразу воспринял, что это, возможно, будет как некое, знаете, такой эффект домино вызовет, что президент решит заменить вот тех людей, которые пришли к власти, ну, как бы делать такую кадровую перезагрузку, в том числе с расчетом, что это поможет ему дальше стабилизировать рейтинг. Вот потому, когда начали обсуждаться фигуры, там, допустим, Хорошковского, Тегибка, Авакова, да, Дубины, если мы говорим о премьер-министре, а, например, даже на должность генерального прокурора обсуждалась фигура Портнова Андрея, к примеру, ну, какая-то одна из вариантов, да. То есть я это воспринимаю как то, что внутри власти идет сейчас дискуссия, а если смысл дальше продолжать, скажем так, своеобразный эксперимент, из людей, которые только вот пришли, вот у них было, они позитивили как новые лица, но мы видим, что они не показали нового качества работы, да, то есть экономическая политика только ухудшилась в тех вариантах, как она была видена прошлым правительством, социально-экономическая политика. И потому возникает идея о том, что, а может попробовать кого-то, кто уже был во власти, был одной из властных команд в прошлом, и посмотреть, как эти люди сработают. То есть я, в принципе, думаю, что это вполне вот эти сценарии, да, пересменки кабинета мистера, они вполне реалистичны, возможно, это будет не в ближайшие там две недели, возможно, там больше месяца. Но в целом, вот мне кажется, вот этот вариант по поводу перезагрузки правительства, он достаточно высок, тем более, что даже, ну, опять-таки, не только же оппозиция, да, критикуют правительство, ну, потому что, в общем-то, тоже Юрий Бойко, они действительно критикуют правительство права социально-экономической политики и решение проблем шахтеров, чернобыльцев, но даже внутри однопартийного большинства есть критика правительства, ну, представители того же, например, Комитета по экономике, где глава, представитель Слуги народа, они также очень критично отнеслись к так называемому отчету правительства, а скорее такой пиар-презентации, да, которую мы с вами видели, вот эти топ-100 успехов, то есть вместо того, чтобы рассуждать проблемы, которые есть, а проблема – это уже полрешения, по сути, вместо этого правительство Гончарка выдавало какие-то новые презентации, и то презентации, сделанные, как мы с вами потом знаем, на аутсорсинге, да, за 84 тысячи гривен. Алексей, последний вопрос вам очень коротко. Год назад, когда речь шла о возможном премьер-министре при президенте Зеленском, активно Юлия Тимошенко, ее сторонники лоббировали Юлию Тимошенко на пост премьер-министра, то есть некий союз молодости и опыта, и так далее, и так далее, но Владимир Зеленский, я думаю, понимая харизматичность Тимошенко и понимая, что Юлия Тимошенко, как правило, не уживается вместе с кем-то еще, кто находится с ней рядом на поле, поскольку она очень харизматична и политика достаточно властна, все-таки Владимир Зеленский не воспринял эту идею, Юлия Тимошенко не была назначена премьером. Не кажется ли вам, что в случае, если Сергей Тегибко либо Валерий Хорошковский продемонстрируют результаты по реформированию, экономическому реформированию нашей страны, это может создать политическую угрозу для позиции партии президента на местных выборах? Знаете, я думаю, что большую угрозу для президента может создать, скажем так, неэффективно социально-экономическая политика. Почему не Тимошенко? Я думаю, что она сейчас опирается на определенную политическую силу, и она с ней ассоциируется. На самом деле, мне кажется, что сложно говорить, что тоже, например, Хорошковский или даже Тегибко, хотя у него когда-то был, собственно, политический проект, сейчас ассоциируется с какой-то конкретно политической силой, которая была бы актуальна или которая была бы активно работала в парламенте. С этой точки зрения, в принципе, президенту такие фигуры, наоборот, могут казаться более безопасными. И тут, мне кажется, еще один нюанс, что все-таки Зеленский хочет, чтобы до местных выборов рейтинг однопартийного большинства, слуги народа был... Помните, как говорил господин Корниенко, что это была привлекательная санкси-партия, как он говорил? Ну, то есть, а как это достичь без поддержания общественного рейтинга, да, то есть доверия? Ну, мне кажется, что, кстати, очень интересно, тестовым будут вот сейчас выборы, в том числе в Харьковской области, да, где есть выборы в одном из округов. И от этого также, на самом деле, будут зависеть дальнейшие стратегии о власти. Спасибо, Алексей, что присоединились к студии Медиа-Информы. Напомню, с нами был Алексей Кубин, политолог, политехнолог из Киева. У нас скоро будет на связи Александр Кочетков. Александр очень опытный политолог, человек, который свою профессиональную деятельность связал с многими политическими компаниями. И, безусловно, это профессионал, который является и политтехнологом, принимающим участие в выборных компаниях, процессах и так далее. Интересно будет послушать мнение Александра на возможное влияние изменений в Кабмине на местные выборы, на результаты местных выборов. Поэтому я попрошу режиссера вывести Александра на связь. И я думаю, что скоро Александр с нами выйдет на связь. В общем, вы слышали позицию моих коллег, которые только что ее высказали. Действительно, велика вероятность изменений в Кабмине, причем велика вероятность практически полного обновления Кабинета министров. И я думаю, что сейчас речь идет о неком торге, который ведет потенциальный кандидат на занятие должности премьера, который хочет иметь карбланш на назначение всего Кабинета министров. У нас на связи Александр Кочетков. Александр, здравствуйте. Александр, на ваш взгляд, кто вероятнее всего возглавит Кабмин после Алексея Гончарка, либо в случае отставки Алексея Гончарка? А вы предлагаете мне взять и спрогнозировать принципиально непрогнозируемые вещи. Дело в том, что наш президент принимает решение исключительно, он является человеком импульсивным, эмоциональным и в политическом смысле действует в рамках так называемого вау-эффекта. Вот что-то ему, ну, ужасно ему понравится, просто вот, как это говорят, мурашки по коже, да? И вот это он тут же принимает внезапное совершенно решение и рациональные позиции, в этом смысле, минимальные. Он хочет, чтобы был человек, который что-то разбирается в экономике, чтобы поправил ситуацию с неплатежами в бюджет, катастрофическую ситуацию. Ну и подбирает таких людей, маятник причинен в обратную сторону, то есть теперь подбирают более опытных, которые в этом смысле уже как-то себя проявляли. Сергей Тегибков вполне соответствует этим критериям. Он имеет представление об экономике, способен исправить имеющиеся ошибки и принципиально важный критерий. У него нет собственной политической партии, фракции и так далее, то есть он не сможет составить выструю конкуренцию политическую президенту. Вот критерий. Чтобы разбирался и не имел быстрого политического будущего. Но у такого, как Сергей Тегибко и подобных ему, наверняка будут какие-то проблемы с законом иллюстрации. И еще поэтому сказать, что он там подойдет и выберут его, поскольку с ним поговорили, сейчас нельзя. Еще раз повторяю, решение будет приниматься достаточно спонтанно, но круг кандидатов он составляет, как сказать, людей опытных, типа там Хорошковский, Тегибко, еще есть там кандидатура Александра Шуапа, вот ищут таких людей опытных, но без быстрого политического будущего. Александр. Если коротко, на ваш взгляд, результаты вот этой смены караула в Кабмине, будут ли они иметь влияние на выборы в местные советы? И можем ли мы говорить о том, что будущий премьер-министр, если он сможет провести экономические реформы, он будет не просто премьер-министром Владимира Зеленского, он будет премьер-министром со своим собственным политическим будущим, то есть как бы новой звездой украинской политики, которая сможет претендовать на пост президента через четыре года? В принципе, вы сказали практически то, о чем сказал я. Если Зеленский сейчас сменит, практически неуспешного премьера это все чувствуют, то рейтинг его поднимется, поскольку это разумно, ожидаемо общество решения, и в общем-то слуга народа после такого решения чуть-чуть улучшит свои шансы на местных выборах. Если премьера удастся чуть-чуть наладить экономику, то есть обеспечить платежи бюджетникам, зарплатам бюджетникам, и, дай бог, конечно, снизить цены за коммунальные услуги и все прочее, да, он немедленно начнет получать политическое будущее, на него немедленно обратятся внимание, на такого премьера. Наши олигархи, которые ищут понятного им сменчика Зеленского, начнут в него вкладываться и раскручивать своими средствами массовой информации, и да, он вполне возможно будет представлять самостоятельную политическую фигуру, чего, в общем-то, сейчас офис президента и опасается. Выбирая премьера, хочет максимально застраховаться от такой возможности. Александр, спасибо большое, что были с нами сегодня на Медиаинформе, напомню, с нами по телефонной связи был известный политический эксперт, политтехнолог Александр Кочетков. Уважаемые телезрители, спасибо, что сегодня смотрели нашу передачу, напомню, мы говорили о возможных изменениях в Кабинете министров, смотрите передачу, оставайтесь на Медиаинформе. Медиаинформе. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok